Приветствую вас вновь в своем загадочном, непостижимом мире Дарксоуса. С вами вновь ваш мастер, путник знаний Николай Партийный, которым изложит вам истину и подарит знания, накопленные горем и страданием в этом, до ужаса, страшном мире Дарксоуса. Сейчас в краткость о предыдущем видео отправился из локации владения Квилак в руины демонов. Я показал один из способов расправиться с неутолимым воином или огромным демоном-мутантом, который охранял сет Ведьмы Хаоса. Взяв этот сет, я активировал боссы и отправился в конец локации, дабы встретить его и убить. После того, как я убил его и отправился уже в долину демонов, используя мощное оружие, большую секиру черного рыцаря, я словно герой расправлялся раз за разом, убивая с одного удара демонов, тельцов, и уничтожил их всех, кто встретился на моем пути. А после, в принципе, я взял уже меч большого рыцаря и сразился уже с небольшими демонами Капра. И тоже расправлялся по одному раз за разом, убивая всех, восславив черных рыцарей. Я рассказал о некой фишках, можно расправиться с червем и добраться быстро до бунфаера, минуя всех демонов на вашем пути. После чего я уже сразился с более сильными врагами, это демон Телец и демон Капра. Выяснено их силы, которые являлись боссом некой локации города Нежити. После этого всего на моем пути еще встречались много различных тварей, такие как каменные статуи, дышащие огнем. В конце концов я добрался до некого пути, где была засада из червей. Рассказал, как ее избежать и ликвидировал эту засаду, убив всех червей. Я получил уголь на плюс 10 раскачки огнем, а то есть инчарт огнем на плюс 10. И вернулся вновь обратно к владениям прекрасной госпожи, по пути брая различные души и рассказывал о неких событиях. Сейчас в принципе что делать, так как я и говорил, стоит качнуть уровень, апнуть его и на все остальное уже поднять помя пироманта, либо перчатку огня, как ее называют. Так, новый уровень. Ну будем качать выносливость, наверное за 20, 22 качну. Все остальное в интеллект, чтобы я мог использовать очищение или исцеление от яда. Не хватает буквально тут немного. 4200, примем то, что имеется. Душа твойного воина. Загруженность у нас уже 93, но нужно, чтобы у нас их было до сотни догнать, и тогда будет вообще норм. То есть, чтобы у нас загруженности было 20, и мы смогли со щитом спокойно кувыркаться очень быстро, чтобы анимация была большая. Душа храброго воина, нежити, который давно стал полом, позволяет получить большое количество душ. Душа это источник жизни, и нежити, и даже полы продолжают искать их. Так, 5000, как раз нормально. 16000, новый уровень. Подходим к этому энги, блин. Снова ты, да, это снова я. Изменяем снаряжение, значит, плюс 1, пламя пироманта. Значит, тут в принципе мы можем посмотреть изменения, плюс 105 будет, да. Е, да, добавление. Интеллекту, да, я так понял. Следующая уже прокачка требует 1000 душ, но будет 110. Ну, говорю, это перчатки, да, по сути дела, чуть ли не 20 уровней вашей обычной прокачки героя. Практически в прямом смысле. Изменяем тут заклинание. Поставлю исцеление, чтобы исцелиться от яда. А после уже изменим тут снаряжение. Кольцо темной луны поставим сюда. Кольцо шершни. Из-за снаряжения я буду использовать. Можно алебарду использовать. Но я буду использовать. То есть, секиру, да, и... То есть... И теперь установим сюда стрелу души. То есть, нам нужно как? Если вы потом захочете убрать кольцо, то у нас, как бы, стрела души уже потратилась. То есть, видите, да? И мы ее потом, как бы, убираем. Потому что у нас, как бы, не будет этих заклинаний. И останется... Исцеление. То есть, понимаете, в чем вся суть? Вы выстреливаете все души, да? Ну, стрелу души, точнее. А после у вас остается только одно заклинание. Вы снимаете кольцо и заменяете на нужное вам. В этом, как бы, вся система. Хотя многие, да, ну... Мягко скажем, ну, не всегда понимают этого. Что можно поставить заклинание, да, какое-нибудь дополнительное. То есть, потратить его, убрать. И потом уже установить другое. Либо же, наоборот, оставьте одно, которое вам нужно. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . . . . Спасибо. 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 . 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 ... 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 смока. Так, ладно. Что-то я вообще в другую степь погнал, извиняюсь. Вот алебарду берем сюда, а сюда мы установим топор-хвост. Теперь смотрите, да, видите, у нас параметры изменились и смотрим, сто шесть, да, видите, как бы у нас прибалось неплохо к параметрам. И у нас также есть снаряжение некое. Черный шитый золотой капюшон. Одежда ведьмы Квиланы из изолита матери пиромантии и дочери хаоса. Она носила эту шитую золотом черную капюшон. Ее от оси Его до начала эры огня обеспечивала надежную защиту от огня, ядов и другой опасности. То есть мы сейчас одеваем. Так, смотрим теперь. 315. Видите, там 315 уже защита от яда. И теперь последний штрих это кольцо. Кольцо ядовитый укус. Видите, какая шкала? Шкала больше даже, чем у меня жизнь. 540, народ. 540. У меня 520, так нет, 552 единицы здоровья, а сопротивление отравления 540. Ну шкала, видите сами, по длине больше даже, чем жизнь. Но, как бы, конечно же, защита хорошо, но по поводу вы будете медленно передвигаться. То есть лучше взять, там, кольцо хао и уже бегать так. У нас есть заклинания, у нас есть всякая система. Тут можно лекарство фиолетового мха взять, исцеление и тому подобное. На кранях, там, ассусом догнаться и тому подобное. То есть, наше, видите, атака будет неплохая такая. И так же, видите, мы можем в одну руку брать чумной город. Шкала, конечно, поменьше, но лучше быть помобильнее, чем замедленнее. То есть, наша задача добраться. Ржавое железное кольцо улучшает чувствительное равновесие на нетвердой земле. То есть, с этим кольцом мы сможем вообще бежать. Буквально аж до... ...другого предмета. Но мне по поясам, то есть, проседает здесь. ...тяжко, с этим. Очень тяжко. В принципе, да, можно тут уже, как бы, добить всех тварей, там. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Опачки. Нежданчик такой. Опачки, ага. Я слышу, да, по звуку, что эти тварьи-то близко. ... ... ... Стрелы души хватает вполне, да, чтобы там... ... ...зачистить эту всю локацию. ... ... Не увидел, да, видите, мне? ... ... ... ... Пойматься, падал, подрезал. Ты ёб... Чё это за фигня-то? Ну чё за... Чё за бред-то, блин? Сам видите, да, я вроде бы бью по ней, а она... Анимация-то не проходит. Анимация-то не проходит. Давай, давай, иди сюда, падал. Ну так вот, да, как-то... Анимация-то не проходит. Анимация-то не проходит. Удачи! Да, делаю ещё эти подвы пиявки. Удачи! Я думаю, что с них можно что-то надропать, но... Человечность надо еще завязать, я думаю. Чтоб поезд предметов был больше. Все равно там 20 штук, а что с ними в дальнейшем-то буду делать? Да ничего. Я уже 30-ник отдал в ордер, блин. А больше пихать-то их некуда, блин. Только жрать. С пиявками нужно быть очень внимательны, они плюются еще и прыгают. Много всякой фигни имеют. Достаточно неприятного эффекта, скажем, для вас. Ну, блин, мне это, как бы, если честно, блоктаун никогда не нравился. Можешь, конечно, на нем фармить зеленый титанит, что я, как бы, думаю сделать. Чутка так. То есть с 10-ю человечностями можно нормально пофармить. Не скажу, что вау, оу, много, напармим. Это еще главное с этими пиявками не промахнуться. Вы промахнулись, они вас там отравили, заразили там. Не хочу получать дозу яда. А пиявка за нами все равно будет падла следовать. Ну, главное, такая мобильность, и убивать этих тварей с одной тычки. То есть я не хочу в болото лезть, видите, выманю их так. Ничего не дропнулось, блин, ну, это вообще просто. Хотя у меня поиск предмета, но высокий. Пиявка, выходи. Я ненавижу пиявок, это такие твари некоторые. Вот есть лечебные пиявки, давайте ее будем спарить. Она там якобы присасывается и откачивает ненужную кровь. Выделяя какой-то там разжижающий эффект, чтобы у вас кровь не сворачивалась. Ну, прям вообще, я говорю, блин. Ну, ни одного куска, что ли, не упало? Полную ноль. Полную вообще, ладно. На обратном пути будем выйти, все равно еще на них нафармим. Пиявка. Вот, видите, таргер падал, меня подкинул так, а? Богу, эта хрень. Можно, в принципе, взять большую сетюр черного рыцаря. Да, там, из прыжка их постоянно выносить. Но, с моим ППСом, блин, на данный момент, блин, быстрее вынесут меня. Вон, да, это опасно, конечно. То есть, нужно быть таким аккуратным, знаете. В нужный момент отступить, в нужный момент напасть. Ни одного не упало. Вот, да, ёпсель-мопсель. Погода не мой сегодня день. Пятерых убил, ни одного кусочка не упало. Ну, с них обычный, да, кусок титанита падает. И, в принципе, зелёный, который мне нужен. Для прокачки, это же алебарды. Если прокачать её на огонь, то вообще вот эти вот... Тварь, с лёгкостью можно убивать, да, на многим плюсах, там. Вот, упало. Ну, он, небось, обычный. Ага. Большой бумаг. Ну, он тут всегда с неё падает, блин. У-у-у. Туда... Би-би-би. Так, ладно, я точно видел лут. Ещё, как бы, плохо видно, да, что с ней что-то упало. То есть, я-то знаю, что с ней что-то упало. Но всё же, плохо видать. Жертвенный клинок. Некоторые говорят, в PvP хорошем, но... Нифига, он не хороший в PvP, блин. Галимая хрень. Просто скорость, атаки хорошая, всё. Значит, ну чё. По сути дела, всё норм. 15 ПП, правда, у меня... Блин, настраивать снова придётся. Отправляюсь в другую локацию. Чё, мне аж показалось, она живая. О-о-о-о-о, блин. это ничего не мало то что ты будешь делать мне хотя бы пять штук всего нужно до чтобы нормально задача не тут хотя бы на плюс 7 плюс 8 блин вообще будет шикарно на плюс 9 и блин точить смысла нету 1 плюс 8 на плюс 6 нормально было бы да что ты еще и упал на опачки все вот они в этом бегут тварь это ладно давай давайте лезьте лезьте они могут еще отсюда свалиться насколько я помню ничего не дрогнулась что ты будешь делать ведь его поисцелились ништяк так подлечились ну все как я говорю дайся грамотно знать что и как еще там то что ты будешь с ними делать то сколько их можно в них пиал мерзкий будет он зеленый нам еще понадобится цель когда мы будем обратно возвращаться то есть телепортируется я бы сказать не то что не могу объясню почему я не сделаю этого так достаточно щит это я знаю здесь тут тайник давай открывайся тайник в тайнике что самое интересное двойная человечность неплохо вот и теперь да вот отсюда здесь мы вылазить попробую еще под фармить на них а после уже можно будет спуститься вниз так кто-то там сдох я что-то получил ну ладно даже хорошо что касается добычи обломки зеленого титанита тут по сути дела самое лучшее и выгодная позиция для добычи этого ресурса в отличие от других мест также принципе многие конечно бы сказали так вот я лучше пойду набью душ а потом куплю обломков этого зеленого титанита в основном об этих игроках я думаю одно они типичные массовщики да далекие от истины игрового процесса то есть каким образом они забывают про самые главные факторы их не берут в расчет первую самую так скажем главная ошибка в этом способе или этой идеи я объясню вам по порядку первый фактор это время то есть вы тратите время на добычу душ на добычу душонок вы еще потратите время на то чтобы добраться до места где вы будете добывать эти души также время на то что добраться до торговца потом от него до гузнеца который будет вам делать инчарт на оружие то есть это вот такой самый главный фактор время второе даже получив энное количество душ вы потратитесь на обломки этого титанита неважно какого то вам еще потребуются души на прокачку оружие что тоже немаловажно при всем при этом есть еще один последний фактор это вероятность смерти то есть шанс на то что вы сдохнете потеряете все души и вновь отправитесь за своим возрождением да так скажем или возвещение всех ваших утрат то есть вот так вот да все это в это упирается то есть я не говорю тому же о том что вам требуется найти какого то врага и источник более легкий чтобы от бунфайра добраться до моба затем убить его с легкостью получить душ и отправиться до торгаша тут все как бы проще да вот у вас есть пушка вот есть большая вероятность того что вы дропнете в большом количестве этого обломки зеленого титанита хотя оружие там качается чуть ли не из большого бомба коричневого титанита там обломки зеленого титанита там как то так качается из даже за обычного осколка титанита сначала оружие там плюсуются так далее то есть вам много нужно аспектов то есть и на некоторое оружие разные осколки титанита что касается этих мерзких тварей или сущности да назовем их так пиявками или слизнями блин как хотите называйте они вообще могут за вами следовать на довольно таки длительное расстояние чуть ли не до середины локации если вас видят но вы можете их агрить на выгодную для вас позицию народ неплохо ну или местность которую выгодно сражаться в этом все как бы соль здесь в этой игре то есть у врагов выгодная позиция для них но не для вас и так будет всегда и нужно адаптироваться то есть я бы сказал да зачем мне там этот инчарт на алюбарду можно без него да справиться я там мастер но видео в принципе так и называется тактика мастера то есть каждым мире да в каждой локации вот пять штук есть своя как бы адаптация то есть вы адаптируетесь да подбираете билд подбираете снаряжение да там как-то снаряжаете себе по особому все в этом духе вот пять штук да за раз и получил получается где-то я вам объясню с десяти хуманитами шансы убийства пять тварей да из пяти можно получить пять штук либо один обычный обломок титанита ну как-то так короче десять хуманит это десять человечности поиск предметов с кольцом естественно шансы в половину вырастает но если вы не получаете ничего да как бы может сказать то вы получите хотя бы души я хочу создать опыт но не брали ну по 100 знаете да вообще очень мало душ но вот еще десяток уже есть 10 то есть десятку тут дропнуть вариант вариант короче то есть можно предположим сменить еще кольцо там на хавала или на джор да да стрелы души у нас теперь не будет но все же быстрее будем гораздо бегать перемещаться звук можно потратить ничего там не дропнулась нет иногда плохо тут видно но плохой обзор скажем опачки а почти это как так то ну ладно фиг с ним еще один да ну ладно на самом деле я даже не понял как меня закоцали вроде по двоим должна атака была пройти вот еще что то с ней дропнулось вот еще так опасно опасно и дедами подкусали ну и все за отраву из ппс проседает так впритык я уже попасть по ней не могу да что такое то даже если я сдохну да по сути деду я останусь с дропом с дропом а за душами можно вернуться потом так опасно опасно так еще обоумовчик можно же кольцо на дама на ажор поставить но не вижу смысл если сдохнуть легче как бы вернуться ну в моем случае в вашем я не знаю то есть меня как бы автотаргер подводит в основном так вот и еще один обоумок можно сагрить по одной да тварь чтобы чтобы потом мне таргер не кинул на вторую и первая меня не сожрало вот смотрите сколько я набрал неплохо да почти двадцатник ну двадцатник почти я набрал в общей сумме там титанит за тот и за этот раз ну нет за тот раз я не буду считать за этот раз да то есть не маленькая сумма такая вот как то так вот видите мои проценты верны то есть не шанс на дроп покрыт то как это на дохве да на дохве думаю Все, видите, мы, блин, по времени Вот сейчас, вот за этот раз Окупили, ну, предположим Ну, много еще душонок там Получили в общей сумме, где-то около 1000 Это хватит Приблизительно на Прокачку оружия одного, в среднем В среднем имеется ввиду То есть за два захода Если вам зайдет Процент имеется вероятности Большой Ну что, на этом я закончу Надеюсь, вам понравилось Кому интересно, пальцы вверх Кому нравится видео, подписываемся на канал Да, задаем вопрос Отвечаю Добавляйте какую-то свою инфу Может у вас есть какая-то информация Информация более точнее, чем моя Интереснее Я буду рад ее озвучить Поделиться со многими другими По крупице, да С миру по ниткам и головам у рубаха И как-то так До новых встреч